МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии Карина Кашина в начале коротко о главных событиях. Борьба с иждивенчеством в действии. Многодетные семьи поселка Шахан должны вернуть государству сотни тысяч тенге. Чиновники обнаружили у них дополнительные источники дохода и лишили адресной социальной помощи. В Караганинской области завершается уборка урожая. Аким Караганинской области Жениска Сымбек ознакомился с ходом уборочных работ трех районов. Второй ежегодный IT-форум стартовал в Караганде. Участие в нем принимают более 170 студентов и молодых специалистов. Для них читают лекции и проводят семинары представители отечественных и международных IT-компаний. Борьба с иждивенчеством в действии. Многодетные семьи поселка Шахан должны вернуть государству сотни тысяч тенге. Чиновники обнаружили у них дополнительные источники дохода и лишили адресной социальной помощи. Однако сами виновники заявляют, что это ошибка. На днях многодетная мать Нурсулу Айкайдарова получила повестку в суд, на котором будет решаться судьба ее адресной социальной помощи. А точнее суммы в несколько сот тысяч тенге, которую придется вернуть государству, если суд сочтет верными доводы чиновников. По словам Нурсулу, ее муж работает кочегаром в школе. Зарплата 60 тысяч тенге. Однако недавно чиновники обнаружили, что у ее мужа слишком большие пенсионные отчисления. Они пригласили меня в центр занятости и сразу заявили, что я мошенница. Они сказали, что будут судить меня, как мошенницу. А то, что у мужа большие пенсионные отчисления, то в этом виноват бухгалтер. У нее там что-то не работало, и она несколько раз отправляла пенсионные взносы мужа. На сегодняшний день в Акимат поселка Шахан поступило 20 заявлений о назначении адресной социальной помощи. По четырем семьям решено отказать. Среди них и семьи этих двух многодетных матерей. Причина отказа одна – сокрытие дохода. При приеме документов, в принципе, мы берем данные, то, что они оговаривают. В базе есть определенные данные на них. Поэтому, в принципе, тут получилось так, что они какое-то время получали, и дополнительные доходы были выявлены. За сокрытие доходов, естественно, дела приостановлены. Вот по двум семьям ведутся разбирательства в судебном порядке. Просто есть семьи, которые, наверное, до конца не понимают, что скрывать и не договаривать, и за недостоверные сведения все-таки будет определенная ответственность. Как бы то ни было, маховик судебной системы запущен, и Нурсулу Айкайдаровой придется отвечать. Она надеется, что суд во всем разберется. Но если Нурсулу еще только предстоит суд, то для семьи Сарсенбаевых он уже закончился. Теперь им придется возвращать государству свыше полумиллиона тенге. В общем, получила вот это АСП, но мне суд уже решил как-то уже платить вот эту всю сумму, 512 тысяч, но я где возьму вот эту всю сумму. На различных уровнях чиновники не раз заявляли о том, что необходимо бороться с иждивенчеством. Ради получения АСП некоторые казахстанцы специально разводятся, переписывают на родственников свое домашнее подворье или показывают нулевые доходы. Согласно закону об адресе социальной помощи, статья 7, там указано, что в случае семья, который получает АСП, в случае изменения состава семьи, либо доходы, совокупного дохода, то необходимо сразу же сообщить, должны к центру занясть населения. То есть незамедлительно. В случае наступления, допустим, доход увеличивается, значит семья должна сразу же сообщить к центру занясть населения. То есть если вовремя не сообщается, то это уже считается сокрытием дохода. Сокрытие дохода, то есть прекращение АСП. В то же время не раз говорилось о том, что эффективным механизмом в помощи многодетным и малообеспеченным семьям должна стать не разовая помощь, а трудоустройство на работу, переобучение или кредитование для открытия собственного дела. Андрей Тенжа, Суламы Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области завершается уборка урожая. Аким Карагандинской области Жениска-Сымбек ознакомился с ходом уборочных работ. Глава региона побывал в трех районах – Бухаржирауском, Осакаровском и Нуринском. В Бухаржирауском районе уборочная кампания завершена на 72%. По рабочему плану до 1 октября должны собрать зерновые. До 6 октября – картофель и овощи. Об этом доложил Аким Бухаржирауского района Шагурашид Мамалинов. В этом районе расположены два крупных крестьянских хозяйства. Фирма «Баймырза Агро-2018» работает всего год, но уже добилась результата. Предприятие занимается выращиванием картофеля и овощей. Посадили в этом году 140 гектар картофеля. Это абсолютно новое направление. Построили практически на стадии завершения строительства склада. На данный момент приемка картофеля в складе идет. Наполовину практически склад у нас заполнен. Стоимость проекта мы оцениваем в полтора миллиарда. Фактических денег, с учетом приобретения техники, миллиард 200 уже фактически вложено. В Азакаровском районе планируют завершить сбор урожая до конца сентября. Общая площадь посевов составляет 318 тысяч гектаров. На 211 тысячах зерно уже убрали. Это 66% от общего количества. Здесь же Акимобласти показали, как используются элементы цифровизации в аграрном бизнесе. Вот это значит программа, сервисом, которым мы пользуемся. Это спутниковый мониторинг полностью. Вот это поля выглядят на сегодняшний день мы видим. Вот так вот они выглядели у нас, грубо говоря, зимой. Вот это у нас весна пришла. И вот так вот начало развития лекитации, видите. То есть и каждое поле мы отдельно можем посмотреть. Уборочные работы в Нуринском районе тоже идут по графику. С 13 сентября аграрии начали плотную уборку зерна. Завершить работы планируют за 21 день. А с 18 сентября собирают картофель. Акимобласти Женис Косымбек после того, как ознакомился с ходом уборочных работ, подвел итоги и дал несколько поручений. Часть из них касалась вопросов субсидирования. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Проект «Бастао Бизнес» успешно работает уже третий год. Выпускники программы занимают свою нишу в самых разных отраслях производства и сферы услуг. Ход реализации проекта и вопросы государственных закупок обсудили на очередном аппаратном совещании с Акимом области. Обучение состоит из четырех этапов. Для начала слушатели проходят тестирование, после чего распределяются по группам от 30 до 70 человек. На третьем этапе с ними проводится индивидуальное обучение. Команду преподавателей составляют профессиональные бизнес-тренеры и психологи. В течение 12 месяцев они отслеживают проекты вместе со студентами, помогают в решении бухгалтерско-юридических вопросов. В текущем году 239 стабилизация проекта «Бастао Бизнес» план составляет 5000 обучения по «Бастао» 3700 и «Жаскаспкир» 1300. В настоящее время уже 2350 слушателей обучено. Из них по «Жаскаспкир» мы полностью план перевыполнили, 1350 на 104%. По «Бастао Бизнес» обучение ведется согласно общереспубликанского графика. Обучено 1000 человек, это 27%. В настоящее время ведется обучение в рамках четвертого потока. 884 слушателя зачислено. И в последующем, до 29 ноября, мы обучение завершим. Более 40% выпускников программы «Бастао Бизнес» занимают свою нишу в сельхозпроизводстве, сфере услуг и даже промышленности. С сентября по декабрь обучение пройдут 2700 человек. Число преподавателей также постоянно растет. Если по первым потокам у нас было 13 коучеров, то сейчас уже до 16 увеличили. «А уровень, как вы определяете, что они готовы людей обучать, что они действительно могут к какому-то успеху привести людей?» «У нас отбор ведется на центральном уровне, то есть проводится конкурс на отбор, потом тестирование, и самих коучеров в течение месяца обучают». Аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании также поднял вопрос о том, как проводится мониторинг освоения бюджета и системы государственных закупок. По его словам, сейчас эту работу делают вручную, что зачастую приводит к некорректному отображению данных. Глава региона поручил автоматизировать процесс мониторинга для того, чтобы исключить вероятность ошибок при подсчете бюджетных средств. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Второй ежегодный IT-форум стартовал в Караганде. Участие в нем принимают более 170 студентов и молодых специалистов. Для них читают лекции и проводят семинары представители отечественных и международных IT-компаний, а также преподаватели карагандинских вузов. Развольте мне показать вам мои мускулы. Выглядит хорошо, не так ли? Этот робот – лишь одно из устройств, которое представила на форуме казахстанская компания «Радиомарт». Фирма уже несколько лет занимает свою нишу на рынке радиодеталей и робототехники. Главная цель IT-форума – через демонстрацию успешного опыта карагандинских и казахстанских IT-специалистов показать возможности формирования культуры применения цифровых технологий в социальной и экономической сферах деятельности. В рамках «Смарт-ситис» у нас очень много направлений. Вот вы знаете, по здравоохранению мы хорошо продвинулись, но это позволило нам, карагандинскому региону, первому вступить в пилот по обязательному социальному медицинскому страхованию. Вот с 1 сентября мы уже в нем работаем, тогда как вся страна 1 января только в ОСМС переходит. Это все благодаря IT-сфере, которая у нас сложилась, и цифровизации здравоохранения. Есть потребности в образовании, есть потребности в безопасности, в сфере ЖКХ, в сфере экологии. И везде там мы применяем только отечественные продукты. То есть изначально там, где присутствует государственный заказ, там, где мы являемся инициаторами заказа, мы всегда выбираем отечественные компании. То есть ни одна иностранная компания у нас в IT-сфере мы не нанимаем. Караганда уже второй год не случайно выбирается местом проведения IT-форума. Исторически сложилось, что именно в Караганде существует сильная математическая школа. Не раз звучала идея создания здесь так называемой терракотовой долины. По аналогии с американской силиконовой. В Караганде база IT-шников очень сильная благодаря советской школе математики. То есть здесь, в принципе, база образования очень была всегда хорошей. Поэтому отсюда, здесь даже международные компании открывают филиалы, для того, чтобы здесь нигде в Казахстане нет, только в Караганде есть одна компания ЕПАМ. Она открыла давно уже здесь представительство. И здесь за счет карагандинских программистов она держит филиал, который работает на самом деле на вне Казахстана. Он не работает над проектами в Казахстане, он работает на вне Казахстана. В рамках форума также пройдет хакатон, победители которого будут награждены ценными призами. Участникам предстоит за три дня разработать мобильное приложение или программу, которая помогла бы упростить жизнь горожан и работу государственных органов. Кроме того, запланированы ярмарка IT-вакансий, лекции и воркшопы от отечественных и международных спикеров. Основная наша цель – придать практичность нашему форуму и услышать какие-то новые идеи. Понятно, мы проводим форумы, создаем какие-то коворкинг-центры, хакатоны, но чтобы это все двигалось, чтобы ребята могли на этом зарабатывать, чтобы это все приносило какие-то плоды и для региона, и для ребят, в частности. Мы должны каждый раз обмениться мнениями. Официальным партнером выступает IT-компания «Авиата», которая разработала для участников хакатона отдельную кейс-задачу. Самое креативное решение будет награждено специальным призом. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Поколение, милосердие, добропорядочная молодежь. Именно так называется торжественное мероприятие, которое организовали воспитанники детского дома Таншалпан для подопечных Карагандинского дома престарелых. Мероприятие прошло в преддверии Международного дня пожилых людей по инициативе проектного офиса СРРК «Адалдык-Аланы» и при поддержке Департамента агентства по противодействию коррупции. Встречу организовали в формате благотворительного ужина с интеллектуальной и культурной программой, а также подарками. Организаторы отмечают, что как детям, так и пожилым сегодня не хватает внимания. Если для Казахстана подобный формат в новинку, то на Западе он уже себя хорошо зарекомендовал. То есть это круглый стол направлен именно на то, чтобы поговорить с подрастающим поколением и также со взрослым поколением, чтобы они оказали друг другу поддержку, так как сказать опору. Вот мы именно хотим привить чувство добропорядочности, начиная с маленьких лет и заканчивая подрастающим поколением. В ходе мероприятия прошли товарищеские соревнования по шашкам, шахматам и настольному теннису среди постояльцев дома престарелых и воспитанников детского дома Таншулпан. Все это продолжилось концертной программой, а представители старшего поколения поделились с молодежью своим жизненным опытом. Мы так рады, я очень волнуюсь, что вот такая вот связь, и мы сегодня, они дают нам концерт. Мальчишки, девчонки, они прекрасно танцуют, и мы очень хотим, чтобы они стали большими, взрослыми, умными, добрыми, и чтобы наша связь не прекращалась. А мы, бабушки и дедушки, вот мы живем в этом доме. Это наш второй дом. В финале встречи директора учреждения подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, чтобы продолжать диалог поколений. Первыми подобное мероприятие провели алматинские волонтеры. Еще летом они запустили акцию по всей стране поддержать проект и провести его в своих регионах в целях организации платформы общения и заботы о детях-сиротах и пожилых людях. Андрей Тенжа, Сулам Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Школьники из многодетных и малоимущих семей посетили сакральные места Карагандинской области. Экскурсия организована в честь 85-летия города в рамках программы «Рухани Жангару» при поддержке отдела внутренней политики Караганды. Подростки на практике познакомились с самыми важными моментами из истории родного края. Полина Макеева – ученица 11-го класса. Она уже не в первый раз посещает подобные экскурсии. Девушка уже побывала в Бектау-Ате, Кенте и Каркаралы. По словам Полины, такие мероприятия очень запоминаются не только новой информацией, но и приятными знакомствами. Полностью культура, события, которые происходили, ну, как бы сказать, война, революции. Потом еще, ну, в принципе, интересно, потому что я как, как сказать, как в школьном телевидении мы всегда увлекаемся историей, потому что это происхождение нашего родного края. Восьмидесяти детям из многодетных и малоимущих семей представилась отличная возможность побывать в сакральных местах Карагандинской области. Школьники познакомились с экспонатами историко-краеведческого музея, эко-музея Спасского мемориального комплекса и музея памяти жертв политических репрессий. Особенно интересной стала поездка к мавзолею Бегазы Дондыбаевского вождя. Школьники много читали о гробницах в учебниках, а теперь закрепили знания на практике. Они и в школе это изучают, а вот теперь на деле, воочию, на практике посмотрят. Я думаю, что для детей это будет очень интересно и замечательно. Я думаю, что они это запомнят навсегда. Это как раз-таки тот спецпроект «Туанжир» в рамках реализации программы «Рухани Жангру», в рамках которого ученики в дальнейшем, конечно же, эти полученные ощущения будут использовать в своей учебной деятельности. Участники познакомились с лидерами общественного мнения и блогерами, что позитивно сказалось на дальнейшей социализации молодежи и социально уязвимых слоев населения. Здесь подростки не только укрепили свои знания, но и увидели возможность осуществить свои собственные научные проекты. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова